17 января руководство соцсетей Facebook заявило об удалении 300 аккаунтов из страниц в Facebook и Instagram. Эти страницы использовались российским кремлевским проектом «Россия сегодня» и принадлежащим ему российским агентством «Спутник» для распространения ложной информации в постсоветских государствах, сообщает CentralAsian.org. Это осуществлялось из других стран. Например, в России была открыта страница, посвященная президенту Таджикистана. Другая страница, хотя и утверждала, что якобы управляется сторонниками Шавката Мерзияева, но фактически управлялась из России, говорится в отчете в соцсети. Только 10 октября 2017 года аналогичные страницы были созданы в Facebook для Грузии, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Кыргызстана, Таджикистана и Чечни. На этих страницах размещены новости агентства «Спутник», в основном российская пропаганда, в том числе фейковые новости. Также в отчете Facebook отмечается, что люди, скрывающие свою принадлежность к «Спутник», утверждают, что являются независимыми источниками и пытались посеять семна ненависти в странах, где распространялась информация. Управление этими страницами осуществляло агентство интернет-исследований, которое называют «российской фабрикой троллей», финансируемое бизнесменом Евгением Пригожиным. Основной специализацией агентства является распространение фейковой информации для продвижения интересов России через Facebook, Google и Twitter. Наблюдатели отмечают, что подконтрольная Кремлю организация пиарила азиатских диктаторов неспроста. Россия традиционно любыми способами стремится сохранить контроль над Центральной Азией, а потому, как никто другой заинтересован в сохранении власти диктаторов, которые готовы на что угодно ради сохранения своей власти и подавления исламского возрождения в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok